Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А соответственно и наши поездки все участятся и будем ездить, показывать нашим подписчикам то, что они любят. Настроение отличное, солнышко яркое, припекает, вообще в принципе жарко даже можно сказать. Ну и ребятишки вот сейчас с той стороны приедут в поезд. Чита, Москва, 59-й по-моему. Я думаю, что ролик будет интересным. Давайте, встречаем. А вот и поезд приехал наш, тот, который ждем. Чита, Москва. Четвертый вагон. Плотик арбей. Ну все. Идем встречать ребятишек пермских. Здорово. Здорово. Только на нашем канале ютубер встречает своих подписчиков. Да, вот ребят, наша вся эта братва пермская. С ним большой-большой привет Сашке Лока и Димону Безрукову. Ну что, как это вы доехали вообще? Как все? Отлично, нормально. Спали? Нет, не спали. Я чуть-чуть дремнул. На верхней полочке? Нет, на нижней. На нижней урвал, да? Ну ладно, ребят, сейчас мы, короче, посовещаемся, куда пойдем, посмотрим. Что интересное? Ребята говорят, виды-твиды. Вот это вот наш поезд. Да. А это конкурс. То есть это как бы не просто переход, это там прям из зал ожидания, все. Да, ожидания. Ну вот я поведет смотрел. Но обратно поедем, посмотрим. Посмотрим, да. Сейчас просто не хотим, просто там досмотры и все. Десять раз проходить. То есть можно отсюда выйти и спокойненько в город выйти. Ну ладно. Без досмотра, без всяких. Да, я по 1М привез их. Красота, красота. Солнечная погода. Я прям вот мечтал. Воздух другой даже здесь. Ребят, я мечтал просто то, что вот такая погода что-то была. Все, уголком попахивать. Я вот вам сразу сказал, где-то плюс 10, плюс 1. Я смотрю, вы тепло оделись так-то. У нас там холодно, реально холодно. У нас даже минус 1 был. Короче, ребят, зашли на вокзал, в кассовый зал. Нужно купить Паше билетик. А в чем прикол? Я взял 2 билета. И сейчас один сдам, а Паша его возьмет. У меня до сих пор обратно пути билета нет. Сейчас поменяемся. Хочу еще презент сделать. Ром, это тебе подарок. Ручка тебе обязательно нужная. Ручка РЖД. Она нужная. Ты почему-то ручками всегда пользуешься. Пользуйся. Да. Она тебе будет очень нужная. Вот и расписывайся. Хорошо, расписывайся. Это навязчивый сервис тебе. Сегодня, да? Все понятно. Идем по уже натоптанной тропке. По маршруту знакомому. В сторону автовокзала. Который находится недалеко, в принципе, от железнодорожного вокзала. Ну и там дальше идем в парк. В принципе, одна такая, одна из центральных достопримечательностей. Там диорама, парк, пруды, вот эти все. Сейчас посмотрим. Возможно, там на колесе прокатимся, ребята захотят посмотреть сверху на город. Ну и дальше там уже придумано, скорее всего, на набережную. Пойдем погуляемся. Еще раз покажу вам, какая отличная погода. Вы просто не можете прочувствовать это. А нам даже жарко стало, да? Да, жарко. Да, да. Наконец-то пришла весна, ребят. Ну, традиционно, как бы, побывать в парке. Ну, тут и цирк, как говорится. Тут и все эти карусели там. Сейчас идем на колесо обозрения. Здесь вот это старое, оно, походу, уже не работает. Когда-то, давным-давно я здесь катался в 2009 году. Последний раз. А мы идем на новое, которое гораздо выше, интереснее. Ну и оттуда видно центральную часть города. Цирк, кстати, вот он, рядышком. Когда-то в детстве в этот цирк я ездил на концерт аж Надежды Чепраги. Вот так меня просто родители с собой взяли. Цирки не был, на концерте Надежды Чепраги был. Это олдскул только поймет, о ком идет речь. По традиционной туристической маршрутной линии обязательно посещение вот этого вот колеса обозрения, да. Но ребята оценили очень дорого. 250 рублей с человека. До 12 часов 200 рублей с человека. Но маленько не успели, на 5 минут не успели. Так бы задвить. Ну ладно, один раз, как говорится, приехать можно немножко. Ну нет, денег не пожалел, но нормально он стоит. У него преимущество в том, что он очень медленно. То есть нет такого вот прям, раз, быстренько все прокатился. Смотри, с какой скоростью двигается. Ну и высота приличная, конечно. Погнали мы, короче, к верху, ребят. Что делать теперь? 250. Касарик, короче, просто выкинули. Можно было в ресторане. Чтобы просто отдохнуть. Да, можно было в ресторане, короче. Да, классно, классно, да. Касар сходить, маленький, чтобы свежее будет. Душновато. Душновато? Ну да, то, что солнышко, оно прибивает. Как бы, что-то, ну что, смотри, кто-то, о-о-о. Это другое дело. Понеслась душа в рай. Да, да. Высоты никто не боится? Нет, нет. Это нормально? Нет, нет, нет. Я не знаю, я десантник. Да? Не бывает десантников, боящихся высоты? Когда первый раз прыгает, бывает. Все интересно посмотреть по стороне. Запрещено высовывать руки и ноги заговорить. Какая-то кабинка. Телефон, наверное, на 17-18, если ты будешь падать, это уже будет бесполезно. Так-то хотелось бы еще выше, уже вниз поехали. Да. А теперь там прикольно, там с этими какими-то этими. Там кофе. А, там кафешка. Да, да. Ну и традиционно, конечно, на пруд сходить. Это обязательно. Утки там, туда-сюда все есть и кормят. Ну, весна, растаяла уже. Им, конечно, по кайфу сейчас. Ну, и сейчас движемся в сторону гиорамы. Вот, в сторону вот этого водопадка, не знаю, как это назвать. Правильно. Редактор субтитров А.Семкин Ребят, знаменитая подкова. Вон Аки, по судей. Сколько-то там раз, я не знаю, сколько раз надо выйти, зайти, выйти, короче. Короче, начали. Ага. Будем больше ходить, что-то. Главное, что я загружусь. Четыре. Ну, все, Руслан, короче, загадал, что-то вообще хорошее, видимо. Шесть. Пускай, что я этого делать нечего. Восемь. Восемь. Еще девять, десять. Да, надо называть подковы. Руслан, только знаешь весь прикол. По-моему, нужно вот так вот заходить и выходить по кругу. Ну, не знаю, короче. Дизайн, наверное. Лизни ее и пошли. Ну, все. А тут еще, смотрите, как бы аллея звезд такая есть, как. Голливудские звезды местные, видимо. Парусов Александр Татьяна. А, ну тут просто, как бы, видимо, заказы. Вот тут есть вот закладка именных камней, вот. Видишь, как звезда, да? Людмила Зыкова. Почему бы не сделать Роман Владимирович Кобелев? Известный блогер. Да. Ребят, сделайте мне подарок. Композитор, видишь? 30 лет. Людмила Зыкова. Да, как в этом, как в реальном, в аллее звездной. Вот так вот. Единственное такое, тут надо как-то вот чистить, да? Короче, ребят, нас заинтересовала тема вот этой закладки именных камней. Мы хотим узнать, сколько это вообще стоит. Телефон? Набираем. Там 11 сит. 8? 83-33. Сейчас прямо в прямом эфире позвоним и узнаем. Не отвечает, ребят. Сегодня выходной. Сложно с камнем закладки? Очень сложно. Сложно. Добрый день. А подскажите, вот интересует закладка именного камня вот рядышком с трудом. Сколько это стоит примерно? Ну, там телефон неверно указал. Не туда позвонили. А, не туда позвонили? 45-33-03? Не тот номер, да? А, все, понял. Ну, извините тогда. Да, да. Будем искать. Хорошо. Короче, ребят, задолбались звонить. Номер неправильно указан. Надо что-то искать. Так как так? Помитники номер неправильно указаны. Ну и все, пошли. Решили зайти перед до набережной на знаменитый концерн Вятич. Поэтому пришли уже, там, бутылочка знаменитая, надувная. Все, следующее. Сейчас зайдем в магазин, где продают разливное пиво. Вот. Ну, попробуем. Ну, как, Вятич это одно из, так сказать, таких вещей. Вятский класс, пиво Вятич. Ну и Дымковская игрушка. Это вот такие три показателя, так и по Кирову, так скажем, известно. Помнишь, люди пиво стоят в Кирове? Прямо около лавочки. Да, вот, ребят, он. Они прямо со стаканчиков, смотри, вот. Да, да, да. Сейчас сразу пивка захотелось, да? Да, да, да. Холодненько прогулялись сюда. Петехоту вообще. Ну, а здесь вот лавка. Погода, погода вообще такая хорошая. Заходим, покупаем. Замечательная погода. Вятский, ребят. Сейчас, возьмем. Ну, Вятич, Вятич. Наверное, классическое разливное, наверное. Да, обычно классическое разливное. Бархатное. Где бархатное, да? Вятич, нефильтрованное. Можно нефильтрованное, разливное. Это же прекрасно. Ценник один и тот же. Ну, да. Он зеленый разливное. Ну, вот это оно крепкое, зеленое, по-моему. Да он, что здесь зеленый? Не надо мне зеленый. Я сам только зеленый. Я хочу классическое разливное. Литрушку, да? По полтора. По полтора? Ребята, серьезно пришли. Полторашечки. А кто не пьет алкогольные напитки, тот выбирает вятский квас разливной. Полторашечка. Сто рублей. Итак, ребят, самое главное. Пошло, пошло, пошло. Покупайте всегда именно вот в этом магазинчике, потому что весь эксклюзив там. Не покупайте в этих упаковочных этих... Когда в Кирове будете, ребята, покупайте. Сюда, да, сюда, да. Не пожалеете. Мы даже еще не попробовали, а уже рекламируем. Да. Ну давай, Руслан. Мы знаем, что разливное пиво нам очень хорошее. Ну давай, Руслан, пробуй, пробуй, пробуй. Давай. Пробы. Первая пошла. Хорошо. В такую погодку, да? Отлично. О, его советую. Серега, так. Паша, здоровье. Давай. Как бархатное? Офигительно. Вообще отлично. Как квасок? Нормально. Паша? Ну-ка. Все, там квасок. Нормально? Вообще замечательно. Даже вкуснее, чем в магазине обычно. Ну, конечно, разливушка она здесь, да. Без консервантов, без всего, без добавки. Вот так вот, ребят. Так что вы едете в Кирове, заходите. Обязательно, обязательно. Ну вот, ребят, силой монтажа мы переместились на набережную Грина. Сейчас мы тут погуляем, посмотрим такие основные тоже достопримечательности. Берега. Берега. Вот вятка уже там практически открывается. Сейчас прогуляемся. Еще пока что вятка скована льдом. Ну, прогуляемся. Ну и потом зайдем в Александровский парк. Здесь мы еще не были, мы еще не снимали. Вот там две ротонды находятся. В той стороне. Тоже погуляем. Это совсем рядом. Серега говорит, места для поцелуев. Да-да-да. Только для этого. У нас теперь мы не надо так делать. Вот у нас еще задача посетить какой-нибудь ресторанчик, там, не знаю, кафешечку, покушать, рассказать, чем кормят туда-сюда. Вот. А сейчас пока что вот туда идем и по набережной прогуляемся, посмотрим, как все что выглядит, что изменилось с последнего нашего визита. Нет, ребят, прикольно, конечно, гулять. Гулять прикольно. Просто оторваться от своего города, от того места, где ты привязан постоянно, работай туда-сюда. Советую, путешествуйте, ребят. Река скрывается потихонечку, да? Да. Вскрытие покажет. Там все лутки примерзли. Примерзли? Раньше эта река была сплавная. Здесь очень лес, много леса сплавляли. Кстати, вот я в районе, где я жил, в Нагорском районе, где я родился, оттуда прямо лес сплавляли. Ну, сюда, в эти места. Редактор субтитров А.Семкин Короче, ребят, мы пришли в Александровский сад или Александровский парк, я уже точно не могу сказать. Ротонда большая, огромная. Ее хорошо очень видно с реки. Ну и хорошая фотозона опять же. Вот она, набережная Грина там. А так, конечно, красиво здесь. Красиво, красиво. Ну, летом гораздо интереснее. Ну, летом-то понятно. Здесь в саду получается вот памятник. Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские. С голубями в руках. Что ты говоришь? Ну и про них также есть фильм. Если набрать в Янекси, то обязательно найдете. Что за фильм? Вот так называться Петр и Феврония. А, Петр и Феврония, да? Там все будет, как бы рассказать, как они поженились. Как женились, что такое, да. А почему именно в Кире? Остается для нас пока что загадкой, ребят. Немножко не подготовились, да? Может кто-то знает. Напишите, почему именно памятник в Кире? Петру и Феврония. Ну что, ребят, дальше мы, наверное, будем двигаться в сторону какого-нибудь интересного места, где можно покушать, посидеть, отдохнуть. Ну и вам рассказать, тоже показать, как это все. Здесь, да, здесь еще одна есть ротонда. Вот она, насколько я помню, она такая более древняя. Вот эта ротонда. Рядышком. Мы пришли вот с той стороны вот там. Я думаю, что мы сейчас двинемся тоже на такси и поедем в сторону ресторана «Воснецов». Я думаю, туда съездить. Главное это покушать. Мы там уже были, заценили кухню, нам очень понравилось. Там и морщик вкусный, и недорого относительно, и есть там еще вкусные настоечки, хреновуху, там туда-сюда. Я думаю, парням стоит заценить, есть смысл. Мы прогуливались, вот, ребята, вернулись. Ну как вернулись? Мы вышли из Александровского сада и пришли с Паса приобретенский женский монастырь, да? Вот здесь находится, то есть тоже можно вот там ворота, можно попройти, погулять по монастырю, по территории монастыря. Но мы пойдем в ту сторону, поглядим. Где-то здесь еще находится Вечный Огонь. Вот, недалеко тоже можно посмотреть. Здесь вот такая вот информационная табличка. В 2008 году решением Кировской городской думы был восстановлен исторический герб, который вот сейчас герб Кирова. Он еще был утвержден в 1781 году, Екатерина II. А здесь что написано? А сейчас прочитаем. Часовня посвящена вятскому гербу, изготовлена в 2014 году. Компания «Севердом» по проекту «История Кравейского полковного мира». А здесь какая информация? В 1918 году был издан декрет о запрещении старой символики. Только в 1969-м местными органами власти был утвержден новый герб города Кирова. Ну, это вот как бы уже отмененный герб. Здесь на территории монастыря некоторые здания, они датированы под дату постройки 1870 года. То есть, ну, довольно-таки старинные. То есть, вот, если интересно, вот именно вот такие вот вещи, то есть, есть что посмотреть в плане город Киров. А здесь недалеко стадион, вот здесь играет местная команда «Динамо Киров». Очень интересное как бы здание, да, вот мы когда шли, предполагали, что это стены монастыря. На самом деле здесь спортивный комплекс «Динамо Киров». Можете что-нибудь сказать интересное? Это вообще монастырь? Ну, раньше был здесь, да? Нет, это храм монастыря. А здесь всегда было что-то спортивное, да, или до этого что было? С тех пор, как он был, так сказать, как это помягче выразиться, отобран и церкви, и всегда были какие-то учреждения. Одни друг друга меняли. Ну, в советское время так получается, да? Ну, и по сей день. А до советского тут, видимо, церковное что-то все равно было, да? Ну, понятно. Судя по строению. Да, архитектура таит. Не только наши туристы, иностранные тоже ходят, смотрят. Единственное, что их шокирует, конечно, состояние вот этого здания. Для них это, по-другому, кажется, диковато. Ну, здание красиво, на самом деле, среставрироваться. Состояние их шокирует. Они не понимают, они спрашивают, а как-то можно? Потому что исторические здания, ну, мало где они сохранились, вообще в мире. Поэтому они, даже они переживают и беспокоятся. А почему так? Ну, как и надъяснишь. Пока не выделяют, в общем, средства, да? Слишком глубокая проблема, да. Ясно. То есть это как-то связано, да? Динамо, больный клуб и... Нет, между собой мы только связаны с спортом, так. А это разные, да, учреждения, ну, разные школы. Ладно, спасибо, спасибо. В общем, ребят, что я могу сказать? Мы сейчас прогуливаемся по исторической части города. Я здесь реально ни разу не был. Понятно, ребята тоже первый раз вообще в Кирове находятся. Здесь вот еще вот храм тоже интересный находится. Экскурсионная группа, экскурсии проводятся. Вот. Ну, а мы сейчас идем в сторону Вечного огня. Тоже место, где ни разу не было. Ну, вот здесь мы пришли к Вечному огню города Кирова, посвященному воинам кировчанам, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Вот этот монумент и, собственно, вот Вечный огонь был открыт 9 мая 1967 года. Что интересно, то есть вот обратите внимание, здесь тоже есть специально для туристов такие таблички, где указывают, куда можно сходить, какие достопримечательности посмотреть. Драматический театр, Успенский Трифонов монастырь, вот, Серафимский собор, Александровский сад, памятник писателю Грину. То есть вот, в общем, удобно. То есть это, получается, тоже часть набережной, она немножко отделена от основной части. Вот тоже здесь, так называемые санитровые площадки. Вот тут, получается, монумент, он состоит из такой стеллы, и тут еще два крыла. На одном, на левом изображена Родина-Мать, а здесь изображены непосредственно воины. Ну и огонь вечный. Здесь лежит каска, кстати, каска пробитая. Вот, цветы. То есть жители города могут прийти и почтить память погибших воинов Великой Отечественной войны. В общем, ребята, мы поднимаемся по улице Московской. Такая, знаете, старинная улочка, старинные дома. Чем-то напоминает улицу Сибирскую в городе Перми. Здесь вот еще одна церковь, царя Константина. Там впереди тоже еще одна какая-то церковь. В общем, интересно. Никогда здесь не был, соответственно, пользуясь моментом, прогулялись по исторической части города. Здания, смотрите, все такие интересные, старинные. Деревянный дом. Резные ставни. Прикольно. Ребят, коняшки бегают. Такие звуки, знаете, как будто я ощущаю себя в каком-то историческом фильме про мушкетеров. Идем такие, пора-пора-порадуемся на своем веку. По мостовой. Театр кукол. Мы здесь были, ребята, показывали это место. Вот он, ресторан Воснецов. А вот памятник дымковской игрушки. Там впереди. Ну а нам налево. Традиционно уже сегодня. Ресторан Воснецов с твердым знаком на конце. Работает с 11 до 23.0. Прошу вас. Блогеры первые. Итак, ребят, мы в ресторане. Мы заказали сет настоек. Очень интересно. Это деревенское. Это, наверное, какая-то клюковка, да? Это типа зубровки. Это облепиха. Тут хреновуха есть. Ну, всякие разные. Короче, попробуем. Паша заказал, как называется? Горячий квас. Горячий квас с имбирем и клубникой. А, вот с имбирем и клубникой. 200 миллилитров 168 рублей. Безалкогольный напиток, горячий. Но тоже интересный. Пахнинка. Глинтвейн обычно. Наверное, на глинтвейна похоже, да? Ну, давай, зацени. Горячущий? Нет, нормально. Нормально? По вкусу что-то смородина чувствуется. Ягодная что-то, да? А, ну, клубника. Да, ягодная. Сейчас нам принесут парчатый сок. Ответаем прекрасный борщ. А я уже его ел. Я знаю, что он вообще отлично борщ. Ну, а дальше, может, там, как говорится. А дальше будет видно. А дальше будет видно. У нас скоро поезд. Ребят, все, принесли борщат. Смотрите, как красиво украшено. Хлеб с салом. Шишечки, сосновая веточка. Тут еще, кстати, хлебушек идет в комплекте с салом. Ага. Ага. Интересно. Интересно, интересно. Приятно. Спасибо, спасибо. И топорик съедобный, кстати. Топорик съедобный, кстати. Ну, можно его... Ну, давай, распечатывай, раз уж ты рядышком сидишь. Топорик? Топорик. Хлеб рубить будем. Да. Шишечкой сосновой закусить. Да. Давай, вскрывай. Что там у нас? Ух, какой горячий. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ребята. Какая вкуснотища. Борщец. Что, горячо прям совсем? Горячо, горячо. Совсем горячо. Свеженький, да? Да, вообще горячо, кстати. Ну, что, кто попробует первый-то заценит борщец? Ложечку. Кто? Давай, Серега. Тебе это поручается... Ответственный за... Да, ответственный за первую ложку борща. Это, как сказать... Ммм. Почетное, почетное. Обычно Максим Михайлович у нас пробует. Максим Михайловича нет. Давай. Серега. Ммм, борщик вообще отменный. Отменный, да? Перчика, что-то не вижу. А, перчика можно добавить еще, а? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, попробуй. Перчик еще, наверное. Очень похоже. Перчик, перчик. Тут еще хлебную корзинку принесли. Похоже на масло больше. Ну, вот эти, мне кажется, гораздо интереснее вот эти вот вещи. Вот с ржаной хлеб, сало, да. Вообще красно. Ну, ребятки, ладно. Приятного аппетита. Не буду вас отвлекать, не буду вас снимать. Я вижу, что слюни уже текут. Ребят, вам тоже приятного аппетита. Кто там с нами сидит, тоже кушает. Очень вкусно рекомендуем ресторан. Властницов, уже второй раз я здесь и мне очень нравится. Так, под борщец, конечно же, нужно попробовать. Мы решили с деревеньки. Руслан решил попробовать саблепиху. 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 Давай. Серега. Добери тоже этот саблепиху. А, вон бережник еще есть, да. Так, давайте, ребятки. Ваша здоровица и вам тоже не хватит. Давай пополовиночке, да? Да. Прикольная штука вообще. И там у тебя тоже неплохая, да? Да. Дормально пополовиночке. Что-то лучше. Короче, это. Под борщицок. Идем, ребят, с вами на поезд. Москва-Владивосток. И обратно. Вот, кстати, он стоит уже, да? Да. Ага. Документы далеко не спрячены. Еще проверка будет, да? Да. Проходите, 18 место. Паша, запрыгивай. Ага, да? Студент. На экскурсию, ребят. Хорошо, студент. Студент, конечно. Второго курса. Химического факультета. Спасибо. 17 место. Плацкартик, ребят. Как вы просили. Плацкартный вагон. О, смотрите, как ребята упаковались. Привет. Ножки только не торчат. Молодцы, молодцы. И где наше 17 место? Народу так много, да? Это наш? Подсек. Паша здесь уже все обосновался. Это что у нас там? Баночка. Хорошая, кстати. Ребят, с ложечкой. Может, он там еще едет до сих пор? Нет? Просто он не в курсе, что он уже должен был выйти, нет? Стари. Такое лицо было. Серега. Кто-то хорошо поедет. Кто-то хорошо поедет. Хорошо поедет. Самое главное, улыбайся. Тебе идет. Серега. Улыбайся, тебе идет. Всем привет. Мы сейчас придем. Мы сейчас пошли на улицу. Да я тоже, наверное, с вами схожу, потому что жарковато. Сейчас березу скурим и придем. Березу. Ребят, если вы хотите куда-то съездить попутешествовать, съездите в Киров. Это очень красивый город. Очень старинный город. Здесь очень много красивых зданий. Старых зданий. Есть очень красивые места, где можно очень вкусно покушать. И попить классно. Например, ресторан Воснецов. Да, ресторан Воснецов. Там очень хороший персонал. Красивые девочки. Хорошее обслуживание. Очень вкусная настойка. Настойки разные. Так что, ребят, советую, пока на улице такая погода, езжайте хоть куда. Отдыхайте, ребята. Если есть возможность, в выходные куда-то съездить. Руслан, что да? Я изначально хочу сказать то же самое, как и Серега. Но особо привет передавать Сашке Лока и Девке Безруковой. Но советую вам съездить в город Киров. Да, ребят, советую. Санька, езжайте сюда. Да, 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 езжайте в город Киров. Киров вообще отличный город. Шикарный город. Люди хорошие, да? И люди хорошие. Хорошо относятся. Да, все, Саня и Девки красивые. Вот так уже, ребят. Приезжайте, отдыхайте. Город хороший. Все, поехали. Бокзал Киров-Пассажирский остается позади. Всем пока, ребятки. Было очень весело и очень хорошо. Мы поехали домой. В Кирове вечереет. Ребят, реально, в Кирове, сколько было бы бывало, да? У них время все-таки не совпадает с тем временем, которое должно быть, да. Все-таки здесь московское время, я считаю, что... Да. Ну, никак не кайди здесь московское время, да? Здесь бы наше время. Ну да, Пермское время подходит. Максимум на час разница, да? Потому что, ну, блин... Время 6 часов, 7 дохода уже темно. Почти. 6 часов, да, уже темнеет. Ну что, едем в отсеке в отдельном. Еще решетку здесь поставили. Осторожно, убьют. Да. Не влезают, убьют. Нам, что, по сути, переспать. Утром уже выходим, да? Раньше мы выйдем. 6 утра, да, где? Раньше. 5.11. Прибудьте. 5 утра будем. Перемь, как-то долго что-то кажутся. Русланчик там что? Все, вещает? Что как? Там устроился, я? Всем привет. Нормально? Все? Все отлично. Все кармала, да? Верхняя полочка. Все, усплю. О, Вятич. Вятич. Концерн, Вятич. Только что там были. Да, концерн Вязич. Квас будет? Вязкий квас. Этот поезд идет в 8 часов 40 минут. Восемь часов? Охренеть, охренеть. Нам сейчас помахали ручкой, что сделали вот так. Концерн. Девка вон сидела, сейчас осталась теперь и внизу, ну, подумал, что он здесь. Так. Попробуем. Анатоличу. Анатоличу? Да. Которому? Асотову. Да, все понятно. Саня Локи так же. Да. Приезжайте, ребята. Короче, ребятушки, всем привет. Да. Всем привет. Приезжайте в Киров. Ты с офигенно. Пожалуйста, и кольчка нет ни пикетчат. Ну, что-то раздатка, раздатка, да, да? С ресторана раздатка. Что-то там, наверное, нам не надо ничего, да? Как вкусненький заказик ушел. Вкусненький давай. Знаешь. Ну, как в пачке из-под оловки, да? Из-под контейнера. Наверное. Ребята, не пейте поезд никогда. Только сок. Пожалуйста, пейте только сок. Сели, короче, тут в итоге вот на этом месте рюкзаки какие-то, сумки вот лежат. И дядька где-то потерялся. Да, дядька потерялся. Да, ты куда-то убежал. Явно. Распитие спиртных накидков. Так что вот. Паша, у нас тут это уже все, плёть картик свой расстилает. О, нормально, меня не видно. Плёть картик. Да. Меня не видно. Напылил тут только с нитками. Нет. Я телеком потеряю. Блогер. Видеоблогер. Здесь у меня Пробержана. Он пальцем крутой. Да, весело. Всё, мне паскивает, что это. Не уроните телефон. Я не уроню телефон. Айфон пиано? Какая эта, короче, прикольная штука у меня. Что-то поснимал. Что-то поснимал. что еще раз второе покупать не желаете если что подойдем хорошо нет пока нет пока нет спасибо минус минус подсказ на душу свет вырубят буквально часов 9 уже все буквально надо все раскрывается ребят сходим в туалет проверим чудо когда в принципе и плоскар туалета не отличается ничем все все стандартно все то же самое пеленальный столик подмывалка кстати работает вот этот штук и не тут дезодоранта насколько я вот как бы ну помню в кубе был дезодорант туалетная бумага такая ну это опять же пассажирам вопрос на полу валяется график контроль частоты все нормально в принципе в плоскарте можно тоже ехать до Владивостока смешные комфортно а кстати пушилка работает мыло жидкое здесь не вижу обычно вот здесь было жидкое мыло здесь водичка водичка вот работает все хорошо розетка и побриться хорошо ребят мы немножко обратили внимание на то что здесь очень много ехать едут такого типаж а-ля вахтовички да а на вахту москва вахтовички только дети и дети и девушки и подростки и детские я не вижу за окошком уже абсолют ли темнота ничего не видно короче у кого-то black and white а вот просто black у нас один человечек от нас отсоединился руслан евгений спит но он на нем футболка такая же как у него покупайте футболки на канале вказывать в парке короче проводник очень как бы мошенцы всем вот этим вот ребята короче пахтовички которые едут они ну . до они заходили пакет откройте пожалуйста и не открывай пакет а там бутылочки и приобретать ночью их вообще прессанули не по детски их маленько наказали ребята просто как бы мы просили вот эта плацкарта вода тему ребят как вас картика а вы до этого тоже ведь на плацкарте ехали на сюда ничего и как спокойно нормально азии там было спокойно сейчас неспокойно а то сейчас неспокойно в чем напряжение кстати ребят проводник запретил открывать окошко а почему он сказал датчики срабатывают кондиционер не работали так ребят пойдем народу до хера когда мы короче покупали билеты вообще тут народу практически не должно быть принципе то есть билеты которые куплены вот здесь он они были куплены буквально вчера сегодня когда мы покупали билеты там народу просто очень не было напротив вот мы рукавушки вот эти я не знаю за день короче народ набрал кстати мы едем рядышком с вагоном ресторан сейчас в стране посовещаемся возможно сходим в окон ресторан еще сумки вот они пускай пока тут на роду постоят может обратно рука да короче тут вот уже пришли полиция пришла вот короче вот и вот эти вот вещи непонятно чьи кто-то оставил их там зарядка еще ведро какое-то стоит полотенце а кстати да ведро какой-то стоит это квас квас можете попробовать у вас вас можете попробовать нет класс попробуйте да можете попробовать в этом заводе речь вкусный кстати класс короче вот ребят вот так вот такая ситуация цвета и вина квасок квасок не пасок можно пить правильно серега короче ребят мы решили сходить вагон ресторан который соседний с нашим вагоном давай шатать шатать чуть-чуть газировать находим вам находим надо наверх ну время временное время стоит 20 минут 20 а работает до 23 короче ребят пришли вагон ресторан ты поддельная атмосферка атмосферка определенная серега нормально куда шли я еще не проявлялась практик вот и вы доставлю и вас за детский гусь давай серега пробовать рассказывать пусть как пусть как гусь нормально холодненький самое главное холодненький да вот такой звук замечательных действительно холодненький за гном ребят вообще как уж темень сами понимаете что же ничего паша спас практику решил ударить давайте ребята ваше здоровье как говорится вам не хватит ваше здоровье самое главное и здоровье руслана вторых на верхней полочке у нас там охраняет наши вещи да просто здравствуйте здравствуйте это спит как спал так спит евгений а мы сходили до вагона ресторана посетили чуть-чуть и пришли обратно нормально все хорошо все спокойно у нас такая возникла тема посовещались да мы посвящались и спрятали до куба шлифов карта купил всего-то надо простыночку повесить белое и все нормально никому не мешаем и немножко огородились от общества за свет выкрученную пума нормально все альбиничка мусками придавит лайфхак о запомни не ждет я думаю что не осталось немного уходим пару часов короче ребят ни хрена не видно темно только какие-то силуэты небольшие я целая кстати вот пошел минут десять осталось а едем а едем где-то вообще вон гурту здесь а вина город 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 наш короче подъезжаем потихонечку родные просторы руслан как поездка нормально самый главный способ а то позже укачивает хорошо отбиться самый первый который уснул там в болезни ножи проблемы были что там? а хуй мусорака что-то приходит только на улицу ушел на улице? а потом она стояла вот этого мужика отдолбила да? за то что он такой похоже на четвертый обалдеть так наконец-то тут более-менее где-то светло ну что все приехали наконец-то да что как впечатления по поездке? вообще отлично классная поездка ну мы сейчас дождемся электричку и поедем домой а электричка во сколько? шесть с чем-то да а верята Голованова короче ребят первый раз наверное будет в ролике когда мы вернее ну когда я еду показываю как я еду то мы решили бы на электричке раз ехать наверное тоже покажем парни уже заждались только эта мартышка где-то потерялась да едем мы на электричке Аверята Голованова номер 8 6102 6102 5.58 на нас сказали эти вряд ли ждите короче она вовремя придет ждите короче ну Паша в другую сторону поедет потому что Паша может попрощаться на другой электричке попрощайся всем спасибо что пригласили всем свободы спасибо вот этому человеку то что позвал уговорил 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 а ты не соглашался ни в какую нормально что съездили поездка была отличная съездили отдохнули я запоминаю себя а что тебе больше всего запомнилось как ты храпишь ночью ну может быть маленечко было ну может быть маленечко было так проходим согласно купленных билетов занимаем места все ну все мы сели 30 минут можно спать да сели все хотят спать недосыпающе страшно ты единственный кто выспаться должен бог это я чуть поспал сегодня только глаза закрыло тут же открывать пришлось уже светло стало да и целый наш это был достопримечательности одни заводы больше нет нифига себе ну ладно что будем прощаться да давай счастливо продать все хорошо поедем ребята дальше поездка была вообще просто замечательная наездка была все всем пока всем счастливо что нибудь куда нибудь еще съездим да обязательно съездим а обязательно сгадаемся пока а а